Изящные шляпки, панамы и кепки. Без них в летний зной вообще никак. А вот в далеком-далеком прошлом защитные головные уборы выглядели немного иначе. Например, люди эпохи неолита носили на головах глиняные горшки. А что им было делать? Других материалов пока не придумали. А глины хоть отбавляй. И дома из нее строили, и посуду делали, а заодно и шлемы мастерили. Чуть позже защитные головные уборы стали изготавливать из прутьев, костей и копыт. И были они довольно прочными. Думаете, на этом фантазия наших предков закончилась? Как бы не так. Археологи по сей день откапывают шапки из плотной кожи, войлока и даже дерева. В общем, экспериментировали они как могли, пока с металлом не познакомились. Случилось это в начале первого тысячелетия до нашей эры. Поначалу счастливыми обладателями железных шлемов были только знатные люди. Но со временем защитная амуниция появилась на голове у каждого воина. А сколько было видов и конфигураций. В их числе шелом или шишак. Классический свероконический шлем со шпилем. А для лучшей защиты от вражеского оружия их еще оснащали кольчугой. Кстати, в такой экипировке щеголяли русские богатыри. Компанию шишаку составили миссюрки. Это воинские шапки с железным теменем и сеткой, которая полностью или частично закрывала лицо, шею и плечи. Надевали миссюрки поверх стеганых шапок для удобства. Ух, представляю, как в них было жарко. Наверное, поэтому их сменил кабосет – упрощенный рыцарский шлем. С виду очень похож на шляпку из металла. А знаете, какой предмет стал прародителем каски? Обычная металлическая походная миска. Из нее солдаты ели суп и кашу. Если нашим предкам шлемы нужны были лишь для защиты на полях сражений, то сегодня без этого снаряжения просто не обойтись. Особенно фанатам активных видов спорта. Велосипеды, ролики, скейты, гироскутеры и мопеды – здесь шлем – обязательный элемент экипировки. Средство индивидуальной защиты, так сказать. А какие они удобные? Все продумано до мелочей. Например, велосипедный шлем сделан из легкого, но при этом очень прочного полимерного материала. Внутри мягкая прокладка из влагоотводящей ткани. Имеются и специальные отверстия для вентиляции. А у некоторых моделей есть даже козырек, чтобы солнце в глаза не светило. Интересно, а можно ли в велошлеме хоккеем заниматься? Ведь шлем он и в Африке шлем? Однозначно нет. Конечно, главная функция всех шлемов – защитить голову от травм, но у каждого из них свои характеристики и степень защиты. Шлемы для роликов и скейта, к примеру, отличаются от велосипедного. Последний может выдержать только один сильный удар, в то время как скейтный много, но не сильных. Поэтому не пренебрегайте своей безопасностью, надевайте шлем и не только на соревнования.